Налог на имущество физических лиц и земельный налог являются местными налогами. То есть они налагаются местными властями, а значит идут в муниципальный бюджет на развитие социальной инфраструктуры. Плательщиками имущественного налога являются владельцы жилого дома, квартиры, комнаты, гаража, дачи, доли в общей собственности. А плательщиками земельного налога являются владельцы земельных участков. Согласно федеральному закону о налогах на имущество физических лиц, от уплаты имущественного налога освобождаются Герои Советского Союза и Российской Федерации, участники гражданской и Великой Отечественной войн, члены семей военнослужащих, потерявшие кормильца, граждане, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, лица, подвергшиеся воздействию радиации, инвалиды первой и второй групп, пенсионеры. Также не уплачивают налог граждане с дачных домиков площадью до 50 квадратных метров, расположенных в садовых товариществах. В том числе гражданам предоставляются и местные льготы на уплату имущественного налога. Они не входят в федеральный перечень, а основания для их начисления устанавливаются органами местного самоуправления. Решения о предоставлении льготы по уплате земельного налога принимаются только на местном уровне, сообщают в налоговой инспекции. Земельный налог, а также налог на имущество, также льготы предусмотрены, как я уже сказала, представителями органами субъектов муниципальных образований, то есть решениями советов депутатов каждого поселения района. В прошлом году резко повысился земельный налог. В районной налоговой инспекции нам объяснили причину. Возникало много вопросов об увеличении кадастровой стоимости земельного налога. Распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской области от 25 ноября 2011 года, номер 236 РМ, кадастровая стоимость земли городских и сельских поселений, то есть земли населенных пунктов, было удорожание с 1 января 2012 года. Транспортный налог является региональным, вводится в действие законами субъектов Российской Федерации о налоге. Все денежные средства от него поступают в бюджет Московской области. Плательщиками транспортного налога являются владельцы автомобилей, мотоциклов, автобусов, самолетов, вертолетов, яхт и других водных и воздушных транспортных средств. Согласно закону Московской области о льготном налогообложении, герои Советского Союза и Российской Федерации, инвалиды 1 и 2 групп, участники гражданской и Великой Отечественной войн, лица, подвергшиеся воздействию радиации, освобождаются от уплаты транспортного налога, но не более чем по одному транспортному средству за налоговый период. Также право на льготы имеет один из многодетных родителей в семье. С 2014 года внесены изменения в льготы для многодетных по транспортному налогу и налогу на имущество физических лиц. Если за 2013 год, начисление которого у нас будет производиться в 2014 году, льготы применялись с даты выдачи удостоверения, соответственно, по заявлению налогоплательщика, с 1 января 2014 года льготам многодетным будет применяться с даты рождения третьего ребенка. Налоговые льготы не начисляются автоматически. Налогоплательщик должен самостоятельно написать заявление, собрать необходимые документы и предоставить их в налоговую инспекцию. Особое внимание следует отметить, что индивидуальные предприниматели, имеющие льготы по налогу на имущество и по земельному налогу, обязаны представлять ежегодно заявление с представлением подтверждающих льготу документов. В противном случае, при отсутствии ежегодного представления заявления, налог будет начисляться в полном объеме. Налоговики напоминают, налогоплательщикам следует обратиться с заявлением о предоставлении льгот до начисления налогов, то есть до 1 апреля 2014 года, в избежание будущих перерасчетов. Оплатить имущественные и земельные налоги необходимо до 1 ноября 2014 года, транспортный налог – до 10 ноября 2014 года. В случае неуплаты налогов будут начисляться пени со следующего дня после истечения срока. Татьяна Бауэр, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».